Садовый массив «Игерман» находится в Октябрьском районе Ижевска. Здесь всего 250 участков. 70% их владельцев – пенсионеры. Председатель товарищества рассказывает, что совсем недавно закончили оформлять в собственность земли массива. А потому налог на землю знаком не всем дачникам. По-моему, рублей 300, что ли. Я точно не могу сказать. Там платили только, по-моему, один год еще платили. Приходили документы, когда мы закончили приватизацию полностью массива, участки. Полностью приватизировались, поэтому налоги платили за землю, платили с общей кассы. Участки в Германии небольшие – по 3-4 сутки. А значит, все пенсионеры этого массива с 2017 года не будут платить налог на землю. Такое решение приняла Государственная Дума России в конце минувшего декабря. После того, как соответствующее указание дал президент страны. От уплаты земельного налога с 1 января 2017 года освободили всех пенсионеров. Раньше такой льготой пользовались только определенные категории граждан. Данные льготы распространяются только на один земельный участок. Это необходимо отметить. И если улица, соответственно, которому положена данная льгота, имеется несколько объектов налогообложения, то он должен подать в налоговый орган уведомление о выборе объекта налогообложения. В 2018 году налоговые органы будут исчислять налоги за 2017 год. Соответственно, такое уведомление пенсионеру и фрайю подать до 1 ноября 2018 года. Не облагаются налогом только 6 соток или 600 квадратных метров. За остальные сотки налог платить надо. Налоговые инспекции отмечают, что прийти к ним и написать заявление на предоставление льготы нужно лишь тем людям, кто достиг пенсионного возраста в 2017 году. И никаких льгот до этого не получал. Остальным пенсионерам обещают в налоговой, инспекторы все оформят сами. Ксения Мороз, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия».